Неделю назад мы делали с вами очень важную подготовительную работу. Привели все более-менее к общему знаменателю. Разобрались, во-первых, ну или вспомнили, я тебе, кто, это и так, с вопросами деления, посмотрели, в какую сторону зачатки вы делаете, разобрались с тем, какие вещества, клетчатые мембраны пропускают свободно, а какие она не пропустят, в частности, для нас сегодня будет важный. Возвращение кислого газа в следующий момент проходит совершенно свободно. Мембраны в виде, да? И разобрались со взаимосвязью основных функций в любом живом организме. В взаимосвязи янтогенез, это в каждом живом организме. Существует система процессов получения в живом организме существительных веществ, причем в темном случае в совершенно одинаковой степени. Их одноклепно у нас многоклепно. Так живут абсолютно все. Можно представить, что это многоклепно органика, много раз. Жить он будет ровно по тем же самым законам. Необходимо получать органику. Органика будет использоваться в двух направлениях. Первое. Построение вещества, с которых сам организм состоит. За счет этого обеспечивается текущий сам ремонт, рост, размножение, синтез. И второе направление. Синтез сам к себе не пойдет. Для него необходимое энергонико-обеспечение. Надо как-то получать энергию. Вторая часть обмена веществ, это сжигание полученной органики, для того, чтобы получить энергию, вставившись на этих кострах. Очень хорошим окислителем, дающим очень хорошее выделение энергии при сжигании, является кислород. Но при этом, при любом окислении у нас всегда будет оставаться конечные продукты, которые даже просто не горят. И совершенно необходимо наладить удаление этих конечных продуктов из организма. В нашем с вами случае, самыми главными конечными продуктами являются углекинтый газ и аммиак. Ну, на самом деле, здесь список большой, это просто два парниша. Хорошо, получили таким образом вот эту вот систему процесса, которая на непрофессиональном языке называется питание. Вот эта система процесса, которая на непрофессиональном языке называется дыхание. А вот эта система процесса, которая называется выделением. Так? Исходя из этого, при выделении из организма удаляются вещества, которые произошли в теле организма. И только теле организма. Теперь вопрос. Вы съели бутерпорт. Через 20 минут, после того, как вы его съели, бутерпорт внутри вашего тела или во внешнем среде? Нет, через 20 минут, что полностью во внешнем среде. Давайте с вами разберемся с одной простой вещью. Ваша тела из предок состоит? Из предок. Это значит, когда вы говорите вашему теле, вашему организму, это значит среди ваших предок. Теперь смотрим, как она с вами устроена. На самом деле, все многокредочные так устроены. Вот многокредочная вася пуз. Вот его пищеварительная система. Власий Пупкин съел бутерброд. Бутерброд находится вот здесь. Вопрос. Содержимое желудка находится внутри вашего тела или во внешней среде? Конечно, на во внешней среде. Ни одной вашей клетки внутри желудка нет. Когда содержимое желудка попадет в ваш организм, в ваш тело? Ну, вопрос элементарный. А зачем в желудке вообще? В кишечник зачем? Слово пищеварения слышали все. Хорошо, переварили пищу. А зачем? Что дальше с ней будет? Разносить кровь и разносить. Стоп, стоп, стоп. Как вы будете разносить? Пища пока в желудке и в кишечнике. А в кишечнике она впитается. О! Произойдет процесс всасывания. Прицепляющая вещь, клетки, из которых состоит стенка желудка и кишечника, тратят свою энергию на то, чтобы перетащить молекулы из этой пещеры в пространство между клетками, где эти молекулы подхватят нашим основным спортом, в котором сжатся кровеносные стены. Так вот, в ваше тело что-либо попадает только после того, как прошли процессы всасывания. Исходя из этого, через анальное отверстие на улице удаляются процессы продуктов выделения или, в основном, другой уровень. Итак, занят ли АМОС процессом выделения. Народ удалил выделения, да? А теперь смотрим суда. Какие вещества сбрасываются во внешнюю среду через анальное отверстие? Правильно, а это значит? Это никакое не выделение, это завершение какого процесса? Вещеварение, разумеется. Сбрасываются вещества, которые просто никогда не были, не вложили в лед. Это то, что осталось вот в этом проследии. Да? Хорошо. А выделительная система, выделительная система совсем другая. Выделительные системы чистят кровь. Потому что все клетки свои отхода будут сбрасывать межклеточное пространство, а отходы отходы будут попадать в кровь. И у нас стоит два нотичь фильтра, ведущих очистку крови. Да? Все, что эти фильтры отфильтровали, то есть все отходы, собираются в орган накопителя. А уж из органа накопителя есть дорожка на улице. Вопрос, как называется наша фильтра, которая реальность? Почки. Почки, конечно, почки. Вот это органовыделение. Орган накопителя межевой пузырь и дорожка на улице называется уретра. Могу, честно сказать, на канал. Так что, вводный процесс пищеварения и выделения, ну, просто крайне их не умудрится. В них абсолютно разная логика, разные задачи. Да? Поэтому патология одних процессов и патология других, это просто совсем разные вещи. Хорошо. Знаете, тут немножко вспомнили это повторение, по сути, тема материала прошлого занятия. Ну, и теперь новенькая. Теперь мы имеем возможность перейти к решению нашей основной задачки проблем выхода позвоночника с носом. Сначала определяем фиграфу. Кто такие позвоночные? Позвоночные, на самом деле, это вполне скромная маленькая группа. Ранг таксона, это даже не тип. Нет на свете такого типа позвоночника. Итак, позвоночные, это тот тип. А как называется наш подтип, к которому мы с вами все относимся? Кроме позвоночника, еще две грузы. Кортога. Вот это уже серьезно. Это уже тип. То есть, совершенно самостоятельный вариант конструкции тела. Ну, какие еще типы, кроме кортов, вы можете назвать? Простейшие. Простейшие. Ну, в школьном учебнике, да, не тип. Хотя, на самом деле, с ним хитрее тела обстоят. Если уж совсем серьезно. Уже больше, чем полвека, понятно, что простейшие, это никакой не тип животных, это отдельное царство. Наравне с растениями, животными и грибами. Но дело в том, что одноклеточных живых существ нельзя отнести ни к растениям, ни к животным, ни к грибам. Они в рамках своей войны. Так, ну, серьезно, биологии давным-давно простейших выделяют в отдельное царство. Да? Давайте все-таки про типы поговорим. Какие еще типы животных, кроме кортов, вы узнаете? Да. Моллюски, верно было сказано. Кого вы говорите? Кишечно-полосные был назван. Медуза, это, конечно, никакой не тип. Относится медуза к типу кишечно-полосные. Тип, кстати, а самая лучшая конструкция, которая за все существование нашей планеты Земля возникла и имеет сейчас абсолютно доминирующее положение среди всех животных на нашей планете. Насекомные? Насекомные от не тип. Это гриб. Три листоноги? Челестоноги совершенно верно. Значит, челестоноги делятся на три главных класса ракообразные, полкообразные и насекомые. Так вот, если мы возьмем только один класс насекомых, то окажется, что количество видов насекомых больше, чем количество видов всех остальных животных вместе взятых. Конструкция оказалась не просто выгодной, а супер-выгодной. Если на нашей планете исчезнут все позвоночные, или, допустим, земля-то питающие, ах, тошно. То остальная биосфера этого просто не заметит. А вот если исчезнут насекомые, то жизнь откатится назад примерно на полтора миллиарда лет. Дело в том, что без насекомых невозможно существование насекомо-опыляемых цветковых растений. А это основа организации биоты чуть ли не на всей суши земного шара. Так что насекомые это реально существенные члены сообществ. А все остальные животные, ну, поскольку-поскольку. Это просто не то, чтобы немножко масштаб важности от Диснея увести в сторону реальной жизни. Для нас с вами это вполне естественно. Характерно-чудовищная переоценка значения в окружающем мире самого человека. Акт человек, сякт природы чуть сделал не так и разрушил жизнь. Успокойтесь, господа. Жизнь абсолютно не разрушила. Ну, то есть единственное условие при котором возможно уничтожение жизни на планете это разрушение самого планетного тела. Причем желательно еще со скобков содрать атмосферу. Потому что здесь насколько хотя бы следы атмосферы останутся, то с очень высокой вероятностью там и жизнь останется. Потому что идея, что люди могут уничтожить жизнь, ну, это мания величия. Теперь смотрим, это кордовый, это тип. И один из вариантов кордовых это позвоночник. Позвоночник делится на более мелкие группы. Исходная, древнейшая группа позвоночника. В школьном пространстве вообще не рассматривается. Это уже пошли более мелкие группы класса. Итак, позвоночник, это под тип. Под тип включается в следующий класс. Бесчувственные. Вот это древнейшее позвоночное. Появляются они. Более четверти миллиарда лет назад. Не миллионы, а миллиарды. В ардовине, начиная с ардовика известная. До современности. До современности почти не доживают. Не доживают. Только две малюсники группы. Да? Да. Миноги. Миноги и миксины. Еще есть такое зверио, называется миксина. С миногами можете познакомиться в хорошем рыбном универсале. Так, всячески рекомендую. Корченые или маринованные миноги. Это чудесно. Во-первых, никаких костей совершенно. Потому что у них нет костей в составе стелета. Вот. И очень качественное мясо. Итак, от этих стелета почти бы не животных. Но от древних свежих весна происходят две разные группы совершенно разного церкви. Хрящевая рыба и постная рыба. При этом хрящевая рыба маленькая, компактная группа. Нельзя сказать, кто из них древнее. Они появляются примерно одновременно. По ископаемой летности, в конце отбородина. Так? Не происходит друг от друга. Как вы видите, они не родственные. Они происходят от разных. Бесчелюстные. Так? При этом хрящевые рыбы так никого выважат в своей отечестве. Потомка и Нехалья. Эта группа так и осталась. У вас хрящевая рыба. И вполне себе преуспевает им современушка. Кто к ним относится? Ну, две группы представителей вы знаете. Третьи не знаете почти наверняка. Доброе. Во-первых, акумы. Во-вторых, скаты. Ну, а третью группу иногда внеферсиональной среде называют глупоководной акумой. Хотя это никакие не акумы, конечно. Значит, нормальное их название химеры. И так, хрящевая рыба, акумы, скаты, химеры. И совершенно другая эволюционная судьба у косметра. Дело в том, что в ходе эволюции от косметра происходит с начала абсолютно нового амфибия. Второе название, русское название амфибии, какое? Земноводное. Земноводное совершенно, наверное. Вот амфибия. Кто происходит? Ну, он, он, он. Рептилия. Русское название рептилия. Рептилия. Ага. Вот здесь есть один букс. Пресмыкающиеся, но млекопитающие. Ся – это возвратная частица в русском языке. Поэтому представьте себе млекопитающегося. Кову, которая кормит себя собственному лапу. Да? По званию млекопитающие никакой возрастной частицы нет. А вот рептилия – это присмыкающиеся. Пресмыкаться, опять же, древний славянизм, а что означает? Прижиматься к земле. Прижиматься к земле. Русское название говорит о способе передвижения. Тело не приподнято над землей, как у нас с вами, а тело распласталось по земле и дальше как-то движется в контакте с землей. Пресмыкает себя. Потому что здесь, конечно, возвратная частица. Пресмыкающиеся. И о рептилии происходили в межлинике и совершенно другая группа. С птицами произошел заметнейший фразус. То, что они произошли в рептилии, было известно давно. В ваших школьных учебниках до сих пор и с серединки прошлого века наверняка есть картиночка такого чудика, который вообще с пеями, но с зубастым клювом из пальцев и ногтевых крыла археоптерикс. И написано «Первая птица». Ну, ребята, археоптерикс не больше птиц, чем ядр. Это один из вариантов попытки освоить воздушное передвижение для динозавров. На самом деле, определенный маленький динозаврик размером примерно с голода к современным птицам не имеет отношения от слова совсем. Никакого. Ну, когда его впервые нашли, никто никаких данных над тем просто не было, посчитали, что если есть пея, значит птица. Сейчас понятно, что пея – не птичье изобретение, это изобретение как раз динозавров, ровно так же, как четырехкамерное сердце, ровно так же, как совершенно особое положение ног и так далее. То есть, большинство признаков, которые мы считаем птичьими, на самом деле, птичьи признаки – динозавров. Поэтому в современной хорошей биологии, принято динозавров всех делить на две группы. Как по-вашему, вы в своей жизни когда-нибудь динозавров видели? Но они были пернатые, точно. Ага. Вы когда-то сюда жри на эту лекцию, наверняка видели динозавров. Они все и клятые службы. Дело в том, что сейчас все динозавры делят на две группы. Не птичьи динозавры, которые реально вымирают полностью в конце безозора. И птичьи динозавры, которые совершенно не думают вымирать, а очень даже прогрессируют на равных с млекопитающими. То есть, птицы – это не более, не менее, чем вариант динозавров. Да? Это раньше считалось, что динозавры – это ящерица с маниями лича. Ну, ничего подобного, никакие не ящерицы. Ближайшая модель – это как раз птица. Хорошо, это немножечко про общий систематик. Ну, и теперь дальше возвращаемся сюда. Ну, а почему посмотреть, что по длиннейшей пуке отдают костная рыба, а хрящевые рыбы, как произошли, так и остались в виде руке. Даже пресная вода почти не освоена. А все дело в материале скелета. И дело не в том, что хрящ – какой-то слабый материал. Минерализованные хрящи, по своей прочности практически не уступают вкусным камерам. Ну, сами подумайте, что было бы, если бы у акул были мягкие челюсти. Ну, вот представьте себе, акулы пробуют откусить кусок еды. А чего делают мягкие челюсти прессу? Да они, они мягкие, они не собираются ломаться. Ломаются клетки, которые делают. А они делают. Но представьте себе, что акул, челюсть есть пластелин. Когда она бескричная, не челюсти, а они просто деформируются, и все. Откусить что-нибудь выделить, да ничего, ничего. Разумеется, минерализованное хрящ очень жесткое. По пробенности почти не уступают костной ткани. Но есть один вопрос. Дело в том, что вся толча минерализованного хряща внутри не имеет ни одной живой клетки. Помните, мы в прошлый раз с вами возились с тем же такой волос. Вот есть зона, где сидят живые клетки и создают вещество, да, а сам вот этот стержень совершенно лишен живых клеток. Крещет. Крещет, это зона создания клеток, находится на поверхности. Итак, вот у вас есть какая-нибудь конденция, пусть мы ее почем говорить, грамотное название в данном случае будет не пусть, а стелетный элемент. Стелетный элемент вот такой вот. Здесь это крещевая рыба, да, то живые клетки сидят вот здесь. Слой, который называется надкрещенцем. Эти плетки получают питание от высших ростов, дельца, и в результате их потомки превращаются в плетки креща, которые строят новую службу. Что с размером? Размер увеличится. Но дело в том, что через сквозь крещевую ткань не проходит ни один кровеносный сосуд. Это единственный тип ткани, где просто нет кровеносных сосудов. А это значит, когда скелетный элемент здорового возраста будут и получают вот эти клетки оказались в глубине кислород. Кислород как попадает в наши ткани? кровеносные кровеносные системы. А внутри нет кровеносных сосудов. И что будут с этими плетками? Они просто погибли. В результате во всех крещевых скелетных элементах живые ткани только на поверхности в середине никаких живых плеток. Костная ткань это хитрейщая ткань, которая буквально пронизана системой тончайших кровеносных сосудов, поэтому живые плетки во всем объеме костей. Везде кто. Да? Чего это принципиально важно? Значит, помните, мы говорили с вами про архимедовую силу, которая в воде очень существенна, а на суше почти не действует. Скажите, пожалуйста, в воде в океане такая травма как перелог. Возможно или нет? Возможно. Ну, представьте себе, что должно произойти с морским жителем, чтобы он себе сломал гитая скелета. Ударится посредине океана, а обо что собирается ударяться? Об камень. Об камень. До ближайшего камня 5 километров будет. А есть что в острове в острове в острове в острове в острове. Хорошо, я еще раз говорю про открытую акваторию. Вы знаете, а если данное живое существо умудряется ударяться об остров, а не оплывать его, то туда ему и дорога. Естественно, отбор работает против дураков. Итак, шанс получить травму типа перелома в водной среде исключительно низ. А работ за домом? Ты говоришь невозможное, я говорю исключительно низ. Хорошо, теперь животинка вылезла на суше. А вот что теперь с шансом перелома? Исключительно вырос. Архимедово село исчезло, наше тело ничто не поддерживает, при этом сопротивление воздуха по отношению к сопротивлению в воде крайне низко, поэтому при падении мы умудряемся развить очень высокую скорость. Как по вашему, можно ли упасть на дно водоема с такой же скоростью, как на воду? А у вас просто ничего не выйдет. Вода вязкая среда, она не даст развить никакой скорости. Поэтому шанс травм типа перелома резко возрастает. То есть смотрим, мы плановим так вот с гелетным элементом торжестили. Вот это восстановить себя сможет вновь. Разумеется, в нем живые предки. А живые предки могут размножаться? Да. Врезу это шутка и зайдет с переломом кости со временем. Разумеется, срастутся. Причем он может носить сложный характер и так далее. И все равно это не конечная травма, не та травма, которая приведет к гибели. Здесь возможный ремонт. Теперь вы сломали крещевое элемент. Все, привет, строители. Внутри нет ни одной живой крепости. В результате эта травма просто не восстанавливается. Да, но обладать хрещевое скелетов. Если и деланные потухи на суши, то эти потухи оказались абсолютно бесперстанавливны и просто не вошли в плеотологическую лекарство. Материал их скелетов отлично подходит для океана, но совершенно неприкозен для обитания в наземной воздушной среде. А вкусы вполне смогут двинуться. И вот теперь дальше у нас современнейшая история по поводу косы крыши. Ну и для самого начала давайте перейдем с вами а что такое рыба. Вроде бы это все представляют, а сейчас посмотрим. Насколько представляете это. Есть у нас такая зверюга. позвоночная по-первых раз мы с вами позвоночная то вероятно у нее есть позвоночная вопрос а кто может объяснить а зачем позвоночная это правда чтобы тело держалось чтобы тело держалось держалось за что прошу связывает части тела связывает части тела то есть это основа которой можно прикрепить разные части тела хорошо принимается еще защита спинного мозга отличный кстати ответ действительно одна из очень важных функций дело в том что позвоночные изобрели совершенно новый тип нервной клетки у всех местных нервные системы могут быть очень сложны но дело в том что у позвоночных сам принцип организации мозга не такой как у без позвоночника там совершенно свои у нас в руке ну и давайте сначала немножко поиграем с вопросом прикрепления обуви вещь несколько я думаю для вас неожиданная обувь то что все мышцы любая мышца любого волоса получив нервный импульс будет переходить в рабочее состояние сокращаться правда я думаю знают все так вот что мы сделаем мы возьмем две мышцы отрибалируем аккуратненько проверим нам нужна пара которая сокращается развивая абсолютно одинаковую силу вот выбрали две мышцы которые сокращаются развивают абсолютно одинаковую силу а дальше а дальше у нас вот такие обстоятельства берем Г-образный железобетонный стол и вкапываем землю рядом с деревом столб на стерео а теперь берем бельевую берем привязывая один конец к столбу а второй конец к гибну мышцу номер один подвешиваем вот сюда мышцу номер два подвешиваем вот сюда вот до этого мы померили они тоже называют совершенно одинаковые себя и каждой мышцы привязываем совершенно одинаковые грузы грузы взвесили они абсолютно одинаковые взвесили и после этого ввели провода и дали сигнал на сокращение грузы сократились вот давайте скажем от мышцы номер один от номер два вопрос обе мышцы поднимут свои грузы на одинаковую высоту или кто-то выше выше первая выше первая выше почему потому что она в том же чем она пекется более мощная совершенно верно совершенно дело то что подействуем на груз и что сделает первая она просто так в результате из той высоты на которую вообще-то мышцы могут поднять груз вот это надо будет вычислить по физике такой же коэффициент полезного действия КПД проходили для тех кто проходил но для тех кто не проходил это та часть общей работы которая используется по делу не теряется в мировой космос а используется по делу мы с вами живем в таком варианте космоса в котором 100% КПД не бывает часть энергии всегда теряется вопрос у какой мышцы КПД выше энергию они использовали совершенно по органу мощность нехотина но КПД выше у первой мышцы это понятно а почему более жесткая точка в результате если внутри тела нет участков для крепления мышцы а мышцы крепятся просто друг другу допустим либо к поверхности кожи можно ли создать высокоэффективную систему движения нет конечно КПД будет слабительной а так самые сильные мышцы любого позвоночника спины они вот такими дольками идут слева и справа позвоночника но если вы когда-нибудь видели рыбу то очень хорошо представляете себе это все очень видно какие урочные дольки для фанатов технологии такая урочная долька называется миомира миомира и миомира прикреплены основные миомиры прикреплены к позвоночнику их поочередное сокращение будет вызывать изгибание позвоночника классно это а теперь и человеческая система раз два три четыре первые участки пищеварительной системы сразу за родовым ответом у всех животных всегда носит одно и то же название как называют самый первый участок пищеварительной полости ни в коем случае ртовая полость далеко не у всех и вообще это дополнительная пристройка глотка первый участок пищеварительной системы это глотка хорошо а кто может объяснить что означает русское слово глотать я проглотить переместить вот слово знаете объяснить не могу вот это интересно переместить объект питания водку я протолкну нечто вдоль обе а проталкивание за счет чего произошло за счет мышц как работает а совершенно так же как вы работаете утром когда чистите себе зубы вот у вас есть зубная паста в тюбе что вы делаете для того чтобы зубная паста попала на счет зубная паста вы сжали и провели зажав тюбе в какую сторону к выходу или в обратную сторону к выходу зону сжатия конечно подвинули к выходу и порция пасты у вас пошла на счет а абсолютно так же работает волк коллицируем вот здесь вот так захватил он какой-то кусок если сначала сжало с 5 коллицов сократилось кусок немножко переместится сюда а дальше сомнется этот коллицов в результате где оказывается кусок пищи вот это и есть глотание главных функций захват пищевого объекта и проталкивание его в пищеварительную область а дальше совершенно фантастический опять же дополнительный участок в пищеварительной системе про него вы слышали все да кто мне может объяснить а зачем нужен пищеварительный а зачем нужен желудок а зачем нужен желудок ну кстати будет неплохо если для себя потолок положится сразу в желудке пищеварение только начинается и переваривается там не больше 10% от того что съели где будет основные процессы пищеварения происходить разумеется в кишечном вот здесь а здесь только начало вопрос зачем он тогда такой большой поставить пищеварительную Вы же не постоянно забрасываете порцию за порцией. Вы снили достаточно большую порцию, а потом медленное отливаете. Так эту большую порцию надо где-то разместить? Надо. Вот жмут, это и есть такой склад. Куда мы закинули большую порцию еды, при этом жмут растягивается. Хорошо. Если вы этот окон оставили вот здесь, что произойдет? То сердце не будет места. Да он зажмет сердце, и все. И на этом недолгая жизнь этого существа прекратится. Байон, пищеводы, дорожка мимо и репардиальная область. Ок, лодки, окон, ногами. Дальше вот желудка пошел в кишечник, главный участок переваривания пищи, главный участок всасывания переваривания вещества. То есть в основном всасывания не вот здесь прорисуют, а вот здесь. Хорошо сделано. Ну и теперь тот участок, который для нас сегодня окажется исключительно важным. Дело в том, что у всех портов, не только позвоночник, а это уже у всех портов, глобка дырявая. В боковых стенах глобки находится серия отверстий. Самые передние портовы использовали эти отверстия в воздухе. Ничего похожего на челюсть у меня, конечно, не было. Перед ртавым отверстием стояли слои ресничных клеток, и за счет работы ресничных, ресничные создавали поток воды, направленную в воду. Этот поток затягивал в том числе и мелкие взвешенные в воде частицы. Мутная водичка. Вообще мут – это органика или неорганика? Да. Да, вольтарка, но имеем ли смысл пробовать и переваривать мутную водичку? Да. Мне, ребят, большого смысла не имеет. Концентрация питательного вещества исключительно малая. Ее надо сначала сделать с лишней водой. Выбросить ее на воду. То есть, ватрон, украшивая одну полную водку мутной водой. Задача – выбросить лишнюю воду. В каком направлении выбросить? Задача. Если обратно, то мы заплатируем коп новой опции. Если вот так по труде, то мы ставим себе вечную кличку. Мы просто бесконечно промываем себе эти женщины. Что-нибудь всосать в этом режиме можно или нельзя? Нет. Абсолютно невозможно. Поэтому формируются вот эти отверстия в боковых стенках головы. Зачем? Сбрасывать лишнюю воду. В результате лишнюю воду из полки спросила, спросила, что в полке накопилось? Органика. 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 Привет. Теперь мы органику передаем на трубу и получаем пищу. Это у низших оптовых. Позвоночная. Органика. Используют эти отверстия еще для одной важнейшей вещи. В ней же оптовых. Эти отверстия, по секрету вам скажу, называется жаберное отверстие. И есть они абсолютно у всех позвоночных. Они просто в генеральном плане построили телу позвоночных. Вопрос, а у нас с вами жаберное отверстие, как говорится, не младенчество, конечно, эмбриональное развитие. Когда все здесь присутствующие находились в положенном состоянии эмбриона конца первого месяца развития, и длина вашего тела была примерно вот такая, от 9 до 11 мм, то в районе будущей шеи, слева и справа, находилось хоть 4 дырочки. Что это за дырочки такие? Жаберное отверстие. Затем в дальнейшем эмбриональном развитии млекопитающего они, конечно, закрываются. Почему? Дело в том, что программа эмбрионального развития, она вообще откуда взялась для млекопитания? Она что, с неба готовым видеоплавом? Нет. Была программа развития рыбы. От рыб произошли лягушки. Надо дописать новые файлы, как из рыбы делать лягушку. Надо. Добавочка. То есть поверх рыбей программы пишется файл программа афибия. От афибий произошли рептилии. Надо написать новое дополнение к программе развития. Надо. Поверх программы афибий пишется программа от рептилий. От рептилий произошли млеки. В результате, на самом деле, в процессе эмбрионеза можно просматривать примерно всю нашу с вами предковую линию. Правда, с одной важной поправки. Эти программы касаются не взрослых существ, а именно эмбрионеза. Да? В сокращенном варианте повторяются программы эмбрионеза. Взрослые, собственно, в конечном итоге будут строиться один раз по конечному варианту программы. Спрашивают, зачем жабельные отверстия используют позвоночник? А вот почему? Вот у нас лодка. Вот вашу пищеводку. Вот жабельные отверстия. Что мы делаем? Берем крупнейший кровеносный сосуд, в который вся кровь из жертвенного сердца выбрасывается. Называть такой крупнейший сосуд будет брюшная аорта. И отводим от брюшной аорты веточки, образующие капиллярные сети. А эти капиллярные сети выручены в жабельные щели. Если поставить хорошенький насос на поле, то сквозь жабельные щели поток воды пойдет? Насос? Вот если взять, то здесь поставить хороший насос. Пищеводку у нас зажат? Затем. Окна сюда забросили. Выйти, она может быть жабельные щели. По дороге она не на этих капиллярах пройдет? Да. Пройдет. Тот кислород, который в этой воде есть, куда декунтируется? В кровеносную сосуд. Сквозь стенки капилляров пройдет. Ну, поскольку мы с вами в прошлом раз говорили, что брюшная мембрана кислород не задерживает. Как называются вот эти капиллярные сети, висящие в жабельных щелях? Жабельные. Вот это и есть жабры. Значит, жабельные лепестки, вы правы, если говорить уже о детальном состоянии каждой жабры. Но вообще-то, для тех, кто будет участие, будешь записать определение, что в биологии, в принципе, называется жабра. Что это такое? Жабра – это капиллярная сеть. Жабра – это капиллярная сеть, вывешенная во внешнюю среду. Для косметки. То есть, находящаяся не в упаковном третелах, да? При этом, для эффективного работы жабры абсолютно необходимо создавать поток внешней цветы, проходящей мимо этих капилляров. Поднимайте руки, кто может объяснить, а поток-то зачем? Почему нет? Создал жабры, но и оставил его на месте на сеть. Потому что, когда жабры, чтобы вычеркнуть весь кислородный сеть. Хорошо. У меня результаты. Смотрите. Сначала я уже не буду говорить. Говорим. Вот видите? Зачем? Без физики, химии, математики биологии не покупают. Без физики, химии, математики – это не биология. Это, я не знаю, что ли, силовой картинки. Да? Знаешь, если хотите чуть-чуть понять жизнь, в частности, как лично ваша степа работа, то абсолютно необходимо смежное нам. Итак. Хорошо. Вот у нас капиллярная цепь. Помещаем ее в среду богатую кислород. Кислород здесь нет. Больше, чем кислород будет. В какую сторону всегда идет диффузия? Из зоны. Из зоны. Высокая концентрация, в зону низкая. Кроме у нас мало кислорода. Кроме отдалого кислорода. А мы поместили эту систему в среду, где много кислорода. В результате кислород диффузирует. То есть внешние среды кислорода. Как это скажется, на концентрации кислорода у вас есть? Вокруг жажда. Что у вас концентрация кислорода? Знаете? Да. Она останется прежней, она увеличится или она уменьшится? Уменьшится. Она уменьшится. А как подряд? Скажите, пожалуйста, если мелочь у вас есть в кармане, и вы идете по рублю выбрасываете, у вас количество денег в кармане от этого увеличивается, остается прежним? Нет. Уменьшается. 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 Вопрос понятен? Да. Смотрите, что здесь происходит. Малевого кислорода из-за этого объема переходит вот сюда, а дальше поток кожи уносит. Возвращаемся к вопросу. Вопрос с концентрацией кислорода вокруг капиллярной сети. Она уменьшается. Да уменьшается, конечно, и кислород уходит в кровь. Но вода уменьшается. Через некоторое время будет ли это большая разница в концентрации кислорода во внешней среде крови? Так, а вода движется? Что? Вода пока не подвижена? Вода нет. Нет. И что в росте пусть? Вморе. А все, она остановилась. Начиная с этого момента. Жабры сверхнуться выполняют или нет? Абсолютно нет. Весь этот замен остановился. Поэтому для того, чтобы это не произошло, собрали. Создаем поток. Вот из этой порции воды кислород будет вверху, а дальше эта порция выбрасывается. Приходит сверху, сверху. Да? В ней концентрация кислорода высокая, и все продолжается. И так постоянно. Народ. В наших людях ровно то же самое. Зачем вы делаете вдох, выдох? А ровно для этого. Отработанный воздух. Воздух, из которого кислород уже регулировал, вы выталкиваете во внешнюю среду воздуха. А на его место загоняете ногу в порцию воздуха с высокой концентрации кислорода. Обязательно у тебя пусть остается. Хорошо. Немножко разобрались с тем, что такое жабра. Для того, чтобы жабра воздали, необходима еще раз. Чтобы здесь лод стоял насос. Сжимающий лодки не растет. Сжимающий не растет. Важный вопрос на понимание. Контроль. При сжатии лодки, что надо сделать с ртовым отверстием? Останьте открытыми и закрытыми. Итак. Рыба сжимает лодки. Что надо сделать с ртовым отверстием? Закрытыми. Закрытыми. В этом случае вода из лодки сквозь ртовым отверстием выйти не может. Для нее единственный путь остается. Какой? Через жаберное отверстие. Народка. Плохая ошибка. Не путайте жабры и жаберное отверстие. Выйти сквозь жабры нельзя. Жабры это капиллярная сила. Да? Вы знали? Хорошо. А теперь рыба растягивает лодку. Что в этот момент с ртовым отверстием? Ртовые отверстия. Открываются. Ртовые отверстия шире, чем габерное исчезло. В результате вода будет проходить в лодку, водка растягивается. Вода будет проходить в лодку через рот или возвращается старая вода в габерное исчезло. Через рот. Через лодку. Вот новая порция. А вот новая порция кислород есть? Да. Есть. Вот таким образом и ведется вентиляция жабры. А дальше следующая история. Дальше мы на 5-7 минут оставляем уже в покое и разбираемся с их святой обитанием. То есть смотрим, какие два разные типа водоемов есть на наших лодках. Итак. Первый тип. Ясно. Мелководный водоем. Если он мелководный, свет до дна может проходить? Да. Мелководный водоем. А это значит, энергия для фотосинтеза только в малой части объема водоема или во всем объема. Кто главная порция синтетики в любом водоеме? Растения. Растения. Какие растения? Водоем. Хорошо. В нашей биосфере самыми реально главными являются не большие, толстые и сильные, а самые многочисленные. Если вы ему прикиньте, сколько весят все крупные возрастные водоемы и сколько весят одна треточная полцинтеза. Как по-вашему? Кого ходишь? А во сколько раз? В сотни раз. В сотни раз. В результате главный ход синтетики это, как называют биологией, фитофланфтон. Ход десинтезирующая простейшая, одноклеточная водоема и тому подобное. В мелком водоеме они могут ввести фитосинтез по всему объему треточки. А это значит, сколько новенькой биомассы они могут создавать. То есть фитосинтез зачем ведутся растения? Чтобы создавать вещества, с которыми строится их природа, биомасса. А этой биомассой будет питаться животное и так далее. Вот если во всем объеме ведется фитосинтез, то что с количеством биомассы, которая объединится в времени, возникает заново, строится? Не просто большое, а огромное. Огромное количество. Итак, еды в этом водоеме строятся полным-полным. А это значит, сколько растительноядных живых существ может в этом водоеме обитать? Много. Более много еды и забиты. Если растительноядных много, сколько хищных может обитать? Много. Тоже очень много. Тоже очень много. Если крупных, а и растительноядные хищные, то это достаточно крупные существа. Если крупных обитателей много, сколько может сверххищников обитать? Сверххищники много, допустим, крупные хищные рыбы, типа щуки. Которые совершенно запасы слухают любого плотного обитателя. Неважно, хищный он сам себе или не хищный. В результате таких водоемов исключительно высока плотность жизни. И вот теперь самый главный фокус, который мы сразу приходим в холодный. Если здесь немного живем, то сколько здесь умирает? Ну, примерно по уровню. У нас же нет бессмертных существ на наших водоеме. Рано или поздно умирается все. Вопрос. В водоеме. Что происходит с погибшими существами? Заместивая пухлопозер. Знаешь, какие-то остатки упали на дно. И что там с этих остатками нужно происходить? Гниение, разложение, совершенно верно. Так вот, декомофармансы, которые вы запросто могли не знаем. Это гневостная бактерия, кислорода дышащая. Сколько еды они получают в таком водоеме? В море. Это значит, в таком количестве они там будут умножаться. Большое. Очень хорошо. Что они сделают со всем кислородом? Они его ведь используются. В результате такие водоемы. Называться они будут N-трубные водоемы. В результате. Хорошо питаются. Правильно питаются. Какая комбинация усвоена? С едой никаких проблем, еды сколько угодно. А вот кислорода нет. А точнее, кислород есть только в самой вот этой дольникой поверхностной пленке. Почему? Ну, у земных на свете кислород есть. Часть его, конечно, постоянно остается. Где глубже потребляется кислород в дырщине обитания. Глубже без кислородной зоны. Где еды, реально, очень много. Хорошо. Итак, вот это я второе подаю. Второй тип подаю. Горный ручей. Видели как? Да. Ага. Откуда вода в горный ручей? Откуда вода взялась? В леднике. Откуда лед взялся? Осадки. Осадки. Классно. Осадки – это то, что сыпется из-за плохого. Согласны? Нет. А теперь давайте думать. У нас где-нибудь на планете Земля чистое, скорпение чистого вещества с формулом этаж 2-го. Есть или нет? Да. Есть. Где? Нет. Нет. Только в химической лаборатории на выходе из береговного полка, который гонит дистиллян двойной очистки. Только там чистая ручейка. В любой воде на земных источниках обязательно растворены минеральные соли. В любой воде, которая в виде облаков микрохайфиков висит в воздухе, растворены атмосферные газы. Вопрос. А минеральные соли могли туда посадить? Нет. Минеральные соли обеспаряться не умеют. Поэтому из облаков у нас идёт. А здесь соленая вода. Солей там просто нет. В результате. В леднике. Или в результате дождя. Или в результате дождя. Или в результате дождя на воде. Как образуется вода, отряжённая минеральным солей. Вот у вас есть ручей. Глобный ручей. Где идёт вода без минеральных солей. Вопрос. А плотность жизни в таком ручей? Высокая и нет? Не. Низкая. А мне интересно ваше вопрос. Низкая. Да. Низкая. Прошу. Низкая. А почему? Ну, ткнуть пальцем в небо и попасть в ответ. Задача есть, не тратить. Аргументируйте. Да, хорошо. А откуда берётся в любой точке нашей планеты пища? Я понимаю, что вы скажете, что это за универсалы. Вопрос. А в универсалы она откуда попала? Кто создатель всей пищи на планете Земля? Растения. Абсолютно все эти изделия. Растения. Растения. Да, прохуй. А чтобы растение развивалось, растениям нужны минеральной соли. Вы абсолютно правы говорили. Потом третье. Ни одна растительная клетка чисто может лохо расти просто не сильно. Ей необходима минеральная соль. Поэтому в таком горном ручье крайне мало растений. Краю. А это значит, сколько животных нам нужно выдать. А животным нам просто есть нечего. Но зато, сколько кислорода в этом вещи? Предельное количество. Ровно сколько, сколько вообще может раствориться в воде. Вот такие водоемы, вот называться аликотропы. Итак, водоемы. Все в порядке с едой и все отвратительно с кислородом. В аликотропе. Все в порядке с кислородом и все отвратительно с едой. Так вот, водоемы в большинстве это специалисты либо по аликотропам, либо по водоему таких, с серединки на половину. Называются они вот мезотропы. Мезотропы. Еды поменьше, чем здесь, но все-таки кислород хоть немножко, но есть. Так. А в результате рыбы, костные аликотропы, делились на две команды. Одна команда, которая вам лично известна, это специалисты, освоящие вот этот сыр. Прогресса с кислородом нет, но зато приходится очень экономить энергию, потому что с едой проплежно, с количеством еды проплежно. Так? Знаете? Но была группа социалистов, которая рискнула штурмовать пять крупных водоемов. Здесь же изобилие еды. Если удастся приспособиться к этой жизни, то ни о какой экономии энергии можно не думать, про это можно забыть раз навсегда. Но вопрос, как существовать в рыбе, не с кислородом? Не с кислородом, а с кислородом. А дело в том, что у всех костных, которые отмечают кощевых, образуются, в программе развития заложен вот такой полк с полком. Пол в Волге откроет полк такой большой, и, смотри, остается некоторым суть, да, вот древним, кажется, что у него был уже, вот этот проход открыт на всю жизнь. У Майков на открытый цикл. Сколько значит? Что делает рыба? Налек рыба в локусах закрыта. В стол на поверхность. И в локусах не еды, а в локусах. Сажав пищевую. В локусах сократилось. Вопрос, куда пузырек в локусах попадет? Мешок. Вот вот тут. Знаете? А дальше? А дальше на стенках зыря две кровеносные сетки. Давайте полгазовый жир. Скажите, у вас в крови какой-нибудь газ растворен или нет? Да. Какие газы растворены? Кислород. Кислород раз. Еще раз. Ублекислогаз два. Классно. Первая сосудистая сетка. Ее клетки. Извлекает газ из крови и выделяет это безобразное состояние вот сюда. Вот этот проход закрыт. Что с объемом пузыря? Новая функция газа. Объем пузыря возрастает. Вторая сетка. Забирает газ из пузыря и испоряет кровь. Что при этом с объемом пузыря уменьшается? Вопрос. А зачем это вообще в принципе жить в музыке? Разумеется, это совершенно гениальный способ. Не затрачивая мысли на себе всплывать или погружаться. То есть регулировать свое положение в толпе воды. Как называется этот пузырь? Название, знаете? Плавные пузыри. Плавные пузыри. Плавные пузыри. Плавные пузыри. Характерные для всех косых. Хорошо. Теперь. Плавные пузыри. А вот теперь возвращаемся к тем, кто пытался заселять оттрухную водолюцию. Что вы получаете? А они взяли и увидели, что это больше. А в результате проходит застается, оттрылых при течении сухи, хватая воздуха. Сверху, мы взяли воздух и покрываем, хватит пузыр 12. Что начнется с кислорода на росте? Что с кислородом будет? В новой кислороде кислорода много. Что делать кислород? Ну, в кровати нет. Депутировать кровью. Так? Хорошо. Количество кислорода уменьшилось. Мы сжали, вытукнули, при подъеме к подъемке, и проглотили следующую полуцию. Знаете, что происходит в росте? Вращение крови с кислородом. Как вы назовете этот кислород? Лёгкий. Это уже не кислородный кислород. У него другие задачи. Это лёгкое. Лёгкие происходят не у наземных существ, а в совершенно глубоко полных существ, и они нужны в качестве органов дополнительного договора воздушного кислорода. При населении вот таких подъемок. Вот идея. Можно ли заселить бескислородные, очень богатые пищи подъемки? Тогда нет. Получили дополнительную возможность воздушного закрытия. Всё классно, но возникает одна проблема. Помните, что здесь фотосинтез во всей массе, во всему срезу. Соответственно, здесь, кроме всякой мелочи, выросло огромное количество более куклых растений. В результате здесь растительные заросли. Так? Значит. Как положено? Продираться с одной сетей заросли просто или сложно? Достаточно сложно, тем более, что в воде нет точек отталкивания. Так как нам хорошо, мы под действием своего веса, надежно выбираемся в зиму, а в воде, когда вы висите, ну попробуйте пробираться с одной сетей заросли. Одна сетей заросли. Значит. Смотрим. Второе приспособление, которое в этот родственных водоемах возникает. Значит. Хорошо. Что получаем? Вот у нас житель Алины Крупных водоемов. Главный движитель, то есть орган, который приводит в движение, и те, кто ставил плодник. Как еще? Главное движение в полости. Вопрос. Зачем нужны остальные пункты? Зачем нужны? За это в лиховоротник. Значит, управление плодников. В лиховоротник. При этом, как устроены плодники у жителей Олиготрофных водоемов? Они устроены достаточно просто. Каждый плодник начинается с основательного добыл стучка. В стучке, это называется Базалия. На базарию опираются ряд более нюхых постучек, между которыми находится основа плодниковых ключей. Между плодниковыми ключами, натянутых лёгких сетей, сетей, сетей. Вот данный складник. Работает он как верх. Он умеет складываться, умеет разворачиваться, умеет менять свое положение, вот так вращаясь, и, собственно, всё. Больше он ничего не умеет. Теперь представьте себе, что у вас из плеч торчит два веера. Два больших веера. И вы собираетесь пробираться сквозь посты. Скажите, пожалуйста, вам эти веера помогут или не помогут? Помогут. Ну, чтобы они хотя бы не мешали, хотя бы не мешали. Их надо сложить как можно более удобно и прижать к телу. А уж дальше там головой берет какой-то раненький от четвертого пусты. И там подобно. А вот для того, чтобы пробираться сквозь заросли. В данном случае подтверждают, как всегда это бывает, биология и мукантика. Дело в том, что при этом мутации революционных генов, создание одного конкретного окна может удваиваться, удравиться, публироваться. И смотрите, какие плавники возникают. Вот у нас стандартный плавник. Одна базалия, друг два радиалий, плавниковая ручка. Это плавники и четвертые ручки. Привычные довольства. А теперь базалия. А за них две базалия. А за них две базалия. А за них две базалия. А только после этого радиалия. И турниковую ручку. Смотрите, что мы получаем. А если мы вот здесь поставим мышцы, и вот здесь поставим мышцы. Поочередно сокращаете мышцы. Можно заставить плавник вот так днуться. Вот я вот эту мышцу сокращу. Понятно, что мы с одной стороны. Здесь у нас остались. Хорошо. Теперь я вот здесь поставим мышцы. Можно вторую ручку сгибать. Вот вторая ручка сгибается. Вот вторая ручка сгибается. А в результате основание плавника стало сладным. Что получили? А получили совершенно дивный инструмент для продирания сквозь зарубника. Смотрите, что я делаю. Я лезу сквозь зарубника. Не важно, наземная или водная. Сначала сложил полностью в обоих участках складывание. Сложил. После этого вытянут вперед. Вытремляю. Вытянут. А после этого, не складывая, разложу в сторону. Вот так. В результате все объекты, которые оказались в радиусе вот этого движения, отбрасываются назад. Перед моим телом свободное пространство. Я сам что делаю? Отдвигаюсь вперед. После этого опять сложил. Опять вытянул вперед. И дальше. В результате получили мы с вами рычажную конечность. Что это такое? Ваша рука представляет себя. Ваша нога представляет себя. Раз базальная. Два, три базальная. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А вот с этого мы начнем с вами с следующих занятий. Это мы с вами доехали до единого плана построения, конечности, наземного зону. Это план абсолютно единства. Человека, тигра, лошади, арбан, саламандра, львушки. Конструкция всегда одинаковая. При этом совершенно не важно, какая конечность. Рука или нога. Абсолютно не важно, что это. Ласта, крыло. Или что-нибудь другое. Конструкция всегда одинаковая. Такие общие конструкции. Называются архитекты. Вопросы. Скажите, пожалуйста. И личное детальное. И развитие рычажных конечностей. Происходят в эволюции. Для освоения бывшей линии? Нет. А для чего? Для освоения эвтрохных водоемов. Причина совершенно другая. Слушай, здесь вообще ни разу не причем. Для того, чтобы освоить вот эти места питания, понадобились вот эти совершенства. При этом большое время ушло на отработку этих систем. А потом неожиданно выясняется, что уже готовую вот эту стену призму можно использовать еще для одного дивного задания. Для освоения новой среды обитания. Только по секрету вам скажу. До начала каменноугольного периода никакая суша, никаким позвоночным нафиг нужна не была. Делать там было, ну просто педагогически нечего. Во-первых, угроза пересыхания. Во-вторых, угроза перегрева. В-третьих, жуткие перегрузки из-за того, что архиментная сила перестала давать. И никаких вкусняшек. В буквальном смысле слова. Потому что еды на суше нет. От слова совсем нет. Так что возникает эта система не для завоевания. А как раз для освоения этого труда.